Привет, это Линго, я Винченцо. Я люблю русский язык, поэтому пишу на моей футболке мои любимые слова. Ну, я писал полкило. Для начала не забывайте поставить лайк и подписаться на канал. Хорошо, друзья? Давай, небольшая семья. Короткий, мне нравится, когда есть полкило грамм. Ну, полкило, вот. И, как по-итальянски, мезо кило. Ну, я не говорю мезо килограммо. Ну, вообще никогда не слышал по-итальянски мезо килограммо. Вот. Поэтому полкило, мезо кило, вот так. Ну, где используем такое слово? Ну, конечно, когда покупаем продукты. Турецкий батон. Арабский хлеб. Без глютена. Без глютена у нас только пошла к черту. Полкило возьмете? В России и в Италии есть две разные манеры покупать продукты. Ну, может быть, все в мире. Ну, в супермаркет или на рынок. Италия очень, ну, популярна за рынок. Если бы вы были в Италии, в любом городе, большая, маленькая, в Италии есть рынок. Каждый день на площади есть рынок. В России я был на рынок, покупал продукты, овощи особенно, фрукты. Есть разница, честно говоря. Потому что, ну, просто итальянский рынок, это, ну, кажется, как парад, как праздник. Они все кричают постоянно. Это тоже сложно иногда, потому что ты не можешь говорить, но тебе надо кричать. Потому что, если ты продавец в рынок, тебе надо сказать, что у тебя есть. А вот апельсины, а вот витамины. Кому апельсинчики? Кому витаминчики? Потому что у меня есть помидоры, а мой сосед тоже есть помидоры, а другой тоже есть помидоры. Поэтому мне надо тебе продаваться мои помидоры, которые, они лучше, чем все. И мне надо тебе сказали. Ну, на премьер, нюхо как говорится. Помидоры, 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 помидоры 3 евро, 1去了 помидоры. Forza, сенью, вените, сенью, а сç toes, качайте-висом, пумароли. Если вы, да, в Napоль. Качайте-висом, пумароли, потому что помидори больше. Вот такая ситуация. но в россии нет в россии но немножко больше как спокойно там виде людей которые говорят ну например ну да помидор ну ты спрашивает в россии ну сколько сколько стоит они вкусные откуда вот так в италии они тебе сказать ну они они тебе скажут откуда ну и конечно будет всегда самое-самое лучше помидоры которые ну конечно ну это большая разница но это весело это весело если я исполняю настроение пойдет на рынок и будет хорошо все будет ну как пишите, чуть чуть, да, мы отвечаем за это вот, подождите, что я делаю в работе rouge? да, я наполёт на славянку, вот это написано если мы в одном из рина и ниталянский языки, если мы в своем языке, мы здесь скажем, что языка или в риме, на мне есть языка, из рима если форенция такой потому что такие где много людей они ну использую чуть-чуть диалекту поэтому это тоже как трип на итальянские диалекте поди рынок давай говорим так ну что вы можете делать на рынок и это нельзя супермаркета торговаться на цены конечно плачу за всю твою кучу руб за кило ну это специально надо делать если не делайте но не надо тогда идти на рынок например так видно если вы хотите покупать пиква по-итальянски это звука это тяжело стать но надо так торговаться торговаться надо торговаться что ну если супермаркет ну это стоит например 5 но не знаю 5 евро вы у 5 хорошо 5 еру если на рынок сразу вы спрашивает а сколько стоит эта тиква quanto costa la zucca cinque euro но 5 евро tantissimo ну как да ладно 5 евро это слишком много тоже если вы думаете что это нормальный цена надо так ну реагирует как ну реакция это как кого-нибудь и кота хочет как убить ваши силу за балла на 5 разу к ну может быть никак ну пример просили это слишком много но идея так а я ну надо реагирует как до 5 евро на зука но но вадо да у на то ну и ду dash и и па иди сюда aspetta aspetta quanto vuoi pagare ascolta coci платить но зуккану а на вкус на и буон а ну по провести ну как по провести надо готовить это идея надо гавари ну да смир просто гавариат так quanto costa 5 euro no 5 euro è troppo ma come signora è buonissima sei sicuro sino quanto ai 3 euro e 3 euro per questa zucca è troppo poco di più 350 44 e 50 vabbè тень ciao понятная идея вот на русский рынок не знаю если делать так но в италии надо делать это ну серьезно это как если не делаете это ну можно то сколько стоит тиква 5 euro хорошо 5 фута носит это грустно зачем тогда едет рынок а потом рынок надо всегда ну спрашивает она вкусно или откуда или ну подари мне что не будет например тиква подари мне 2 звуки не пожалуйста вместе тиква ну зачем надо подарить ну потому что ты хорош я всегда здесь приеду не пойду у другой ну да давай ура зука 2 а делаем минестроне да идея такая хорошо если думаю ну еще какой разница между рынок в россии и в италии ну например в италии есть площадь ну например campo de fiori давай говорим campo de fiori это время вы думаю вы были если вы гуляли время но там на связи с campo de fiori dei fiori цветы потому что раньше они там продавали только цветы а сейчас там есть обычный рынок и там происходит рынок ну каждый день точно понедельник до субботу воскресенье не помню не знаю но это не важно идея такая что там есть площадь обычно площадь где люди живут где есть разный магазин бар ресторан но утром до обеда там есть рынок каждый утром а потом после обеда они уходят и там туристов романе которые там пьют есть без раз но в россии но если место для рынок это постоянно рынок ну не просто обычный площадь вот ну как сказать никогда не видел на красный площадь как рынок утром ну рынок может быть там есть такие сезонные места где продается сувенир или но просто рынок с овощами еда мясо ну в италии на любой но на обещании площадь это принципиально площадь для рынок потому что это была идея раньше как церковь площадь и рынок люди едят на церковь после церковь покупали продукты и потом пошли домой ну как дарадился идея итальянский город кабидо андате а фаре ла спеша в меркат и пиу бео и пиу интересанте ну интересны там общаться может практиковаться ваш итальянский там будет хорошо интересно кстати про такую тема как рынок супермаркет миди лали podcast поэтому если вам интересно ну под видео есть ссылка и будет послушать побольше об этом тема на сегодня все а престо